Добрый вечер! Так, сейчас мне родно учиться обращаться с этим прибором. Ага, все. Ну все ли из присутствующих смотрели фильм «Журасик парк»? Ну почти все, да? Ну в общем много кто. А есть кто-нибудь, кто не смотрел? Ясно, да. Там сюжет такой в этом фильме, что по капле крови, которая сохранилась в желудке у комара, который укусил динозавра, а потом остался в янтаре, значит восстановили динозавра. И даже более того много разных. То есть по-видимому комар был какой-то, то ли было много комаров, я не помню, то ли комар был какой-то очень злобный и покусал сразу много разных динозавров. Заселили их на остров, сделали там зоопарк, такой динозавровый, ну сафари-парк более точно. Но потом там случились всякие несчастья. А книжку кто-нибудь читал? Там в книжке есть чудесное место. Вот такое. Там есть последовательность ДНК динозавра. Потому что Крайтон решил, что будет круто. Там как-то герои все обсматривают, и в какой-то момент они это видят, и прямо фрагмент приведен. И когда эта книжка была опубликована, естественно, все люди, которые занимаются биоинформатикой, вот как я, немедленно, начали пытаться понять, а что же это, собственно, было за ДНК. Книжки тогда печатали на бумаге, так что надо было просто взять всю эту последовательность, вбить в компьютер. И есть такие стандартные программы, которые мы все пользуемся, которые сравнивают любую новую последовательность ДНК с теми, которые уже известны. И смотрят, нет ли чего похожего. И я это сделал. Значит, немедленно обнаружил, сейчас я покажу, что я обнаружил. И даже написал, значит, почему в журнал Nature, довольно веселое. Но оказалось, что другой человек, которого зовут Марк Богатский, меня опередил. Ну и понятно, потому что он эту книжку купил в Америке, а пока она до меня доехала, время прошло, а изучение ДНК динозавра – это высококонкурентная область, и там каждый день на счету. Обнаружил он вот что. Он обнаружил, что это то, что в книжке Крайтона выдавалось за последовательность ДНК динозавра, на самом деле действительно была реальная природная последовательность ДНК. Только не динозавра, а плазмиды. Это такая маленькая кольцевая ДНК, которая вообще в норме живет в бактериях. И вот это ПБР-322 – это такой самый распространенный способ делать геноинженерные эксперименты. Туда вставляют фрагменты других ДНК, размножают, и в общем генной инженерии в значительной степени вот на этой самой плазмиде ПБР-322 была построена. Ну и, соответственно, я когда это обнаружил вот в моем письме в Nature, я написал, что при таком... Да, там были всякие несчастья, потому что у них динозавры начали бесконтрольно размножаться из того, что они там с ДНК налажали. Я потом расскажу, как. Я написал, что с таким отношением к эксперименту, когда вы в качестве ДНК динозавра вставляете ДНК плазмиды, ясно, что может произойти все что угодно. Ну вот Марк меня опередил, а Марк написал письмо. Не письмо, а просто рецензию на эту книгу, которая называлась «Биолог читает...» Молекулярный биолог посещает Джурасик Парк, парк юрского периода. И действительно, это был обзор, был опубликован в этом самом журнале «Биотехник». В частности, вот обсуждалось, что ДНК динозавра на самом деле является фрагментом бактериальной плазмиды. Но это как бы художественная литература. В научной литературе тоже была опубликована ДНК динозавра. Вот в 1994 году, значит, 20 лет назад, люди выделили последовательность ДНК из фрагментов костей динозавра и опубликовали, не где-нибудь, а в «Сайенс». Это второй главный по гламурности научный журнал «Первый вечер», а второй «Сайенс». Значит, природа и наука. Вот там эти последовательности приведены. Там есть различия, потому что у них не очень хорошо. Ну, понятно, она старая, деградировавшая, плохо прочиталась, но тем не менее, они выделили много фрагментов, даже написали вот такую вот общую последовательность, то, что у нас называется консенсус, то есть то, на чем большинство фрагментов соглашаются. И это было опубликовано с большими фанфарами в ноябре 1994 года. Но там оказалось несчастье. Потому что эту статью, конечно, тоже все прочитали, тоже все стали изучить, значит, проверять, что там написано. И оказалось вот что. Это почти что в следующем номере этого самого Сайенс было опубликовано несколько писем. Вот там нарисованы эволюционные деревья, которые получаются по последовательностям. Опять я потом пару слов скажу про то, как они строятся. Они растут слева направо на этой картинке. Их вообще много разных деревьев у меня будет. Но они, в общем, показывают степень сходства последовательности. Если две последовательности рядом на дереве, вот на этом, то они похожи. Если они дальше, то они менее похожи. И так далее. И это такой стандартный молекулярный способ изучать эволюцию, который, собственно, появился, когда стали доступны последовательности большого количества разных генов из разных живых существ. Так вот, оказалось в двух разных письмах, у двух разных групп, что последовательность ДНК динозавра похожа, ну вот, например, здесь. Вот это вот динозавр, а это человек, а это опять динозавр, а это опять человек, а потом уже корова, а потом грызуны, а потом птицы. А из палеонтологии мы знаем, что динозавры являются ближайшими родственниками птиц, то есть птицы являются прямыми потомками динозавров, и стало быть, если бы это была настоящая динозавровая ДНК, то она должна была бы быть похожа не на ДНК человека, а на ДНК птиц. Ну и у других людей появилось то же самое. Опять этот человек, это вот предполагаемый динозавр, потом разные другие млекопитающие, а потом птица, а потом лягушка. То есть все, кроме динозавра, выглядит очень разумно, а динозавр почему-то оказывается ближайшим родственником человека. И я переведу, что это значит, просто фрагмент из этого письма, что мы можем предположить несколько удивительных сценариев, каждый из которых мог объяснить бы этот результат. Это вот люди пишут, которые вот это дерево построили, в котором проверяли. Во-первых, наш образец человеческой ядерной ДНК или другие реагенты могли бы быть загрязнены ДНК динозавра. Нам кажется это не очень вероятным, потому что мы, насколько нам известно, никогда такой ДНК в нашей лаборатории не изучали. Во-вторых, динозавровая ДНК могла внедриться в геном млекопитающих в результате гибридизации между предками млекопитающих и динозаврами вот когда-то в критосеусе, я не знаю, как это на русский переводится, ну вот, в палеонатологическом периоде. Мы находим это крайне неправдоподобным в силу того, что мы знаем про биологию тех и других организмов. Ну и конец третья, самая наименее впечатляющая альтернатива в том, что образец ДНК динозавра или какие-то реагенты, которые использовались в оригинальной статье, были загрязнены небольшими количествами ДНК человека. Ну, попросту говоря, лаборант чихнул. Не получилось. Вторая попытка была опубликована по-китайски. Это просто ссылки на эти статьи. Там куча авторов, как всегда. Они изучали яйца динозавров. В Китае вообще много разных динозавров находят и костей, и яиц, и капролит. В общем, там хорошо с динозаврами в Китае. Вот они взяли окаменевшие яйца динозавров, выделили из них ДНК, определили последовательность. А это уже было опубликовано по-английски. Это на самом деле довольно экзотическая ситуация, когда статья, опубликованная по-английски, опровергают статьи, опубликованные только по-китайски. Вот это само по себе непонятно, кто должен был это читать. Там оказалось еще лучше. Там динозавры, вот это вот, опять этот человек, утка, крокодил, лягушка, акула, этот самый, какой-то долгоносик. А вот на этой ветке, у меня пропал этот самый, ладно, я тогда буду рукой махать. На верхней ветке, там ДНК динозавра, ДНК растений и ДНК грибов. То есть, динозавры оказываются ближайшими родственниками грибочков и цветочков. Но тоже понятно, как бывает, яйца лежали в земле, значит, понятно, что они там на самом деле определили. Значит, если кто-то думает, что так поступают только американские и китайские ученые, так нет. Это правда не динозавры, это древняя секвойя. Обращаю внимание, что это 2 апреля, а не 1. То есть, все с полной серьезностью. Ну, вот заголовок, собственно, значит, тут написан, значит, от Советского информбюро, с довольно большой помпой это было подано. Там оказалось вот что, что в качестве результата подавалось, что вот эта ДНК полностью изменяет наше представление об эволюции, потому что, смотрите, как удивительно, за 50 миллионов лет накопилось всего 10 замен на тысячу нуклеотидов. Эволюция течет гораздо медленнее, чем мы все до сих пор думали. Ну, дальше, как всегда, значит, в науке экстраординарные утверждения требуют экстраординарных подтверждений. Значит, на самом деле, по-видимому, их ДНК, которую они используют, это все дело происходило в Алтайском, в ботаническом саду Алтайского университета. В общем, надуло пыльцу в окнах. Не то Сосновую, не то Еловую. Просто, это уже вот, Леша Казаков, это просто мой тогда был сотрудник, он просто взял и проверил тоже вот это, что они выдавали в качестве ДНК. Вот. Ну и надо сказать, что вот за три года, без малого, которые прошли после публикации этого пресс-релиза, никакой научной статьи про эту ДНК не появилось, поэтому, так что, по-видимому, можно думать, что за эти три года состоялось научное закрытие. На этом, вообще говоря, лекцию можно было бы закончить, потому что про ДНК динозавра нам по-прежнему ничего не известно. И проблемы там понятны какие. Первая проблема это деградация. Значит, ДНК всё время, это очень длинная молекула, она всё время рвётся, если она рвётся в наших с вами клетках, то есть специальные системы, которые эти разрывы чинят, если она рвётся, когда лежит в земле, чинить некому, значит, получаются очень короткие фрагменты. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, не очень, потому что современные приборы, которые определяют последовательность ДНК, они, на самом деле, и заточены на работу с короткими фрагментами. В этом смысле большой беды нет. А второе, происходят химические модификации. Опять-таки, нуклеотиды, значит, в них там реактивные формы кислорода с ними взаимодействуют, или ультрафиолетовые лучи в них ударяют, или что-то ещё происходит. Меняются нуклеотиды, то есть у вас получается не буква там А, Т, Г или С, вот нуклеотид соответствующий, а нечто, что вообще в нормальном геноме присутствовать не должно. И это плохо, потому что секвенатор, дойдя до такого места, прибор для определения последовательности, дойдя до такого места, останавливается. И вообще это плохо, потому что последовательность деградирует. У вас вместо нормального текста время от времени появляются какие-то непонятные символы. А с другой стороны, вы можете использовать это как контроль. Потому что, если вы такого сорта модификаций видите, то вы действительно имеете дело с древней ДНК. Если это загрязнение, потому что у лаборанта был насморк, то будет нормальная, чистая, без всяких глупостей, длинная последовательность. Ну и самая серьезная проблема это загрязнение. И оказывается, что, собственно, я уже это сказал, что деградацию и химические модификации можно использовать как контроль, а кроме того, мы можем делать контроль чисто компьютерно, потому что у нас есть много последовательностей современных живых существ. И если то, что мы читаем, является результатом загрязнения, то соответствующие последовательности будут похожи на последовательность этих живых существ. Если это был лаборант, то будет похоже на последовательность человека, а если пыльца залетела в окно, то будет похоже на последовательность современных хвойных деревьев и так далее. история вопроса, вот история вообще изучения древней ДНК начинается с ДНК мамонта. И надо сказать, что люди мамонтами интересовались довольно давно. Это вот первая научная публикация по этому поводу из разных археологических раскопок. И тут мне нужен кусочек биологии. Потому что мне нужно объяснить, что вот в нашей клетке есть наш основной геном, который у нас в ядре, вот в середине круглое это ядро. И большая часть нашего генома, большая часть наших генов находится в той ДНК, которая в ядре. А кроме того, у нас есть митохондрии, вот они такие плоские колбаски, вот их тут немножко слева и там три справа. Это органеллы. Они вообще очень интересные. Это такие энергетические фабрики в клетке. Это потомки древних бактерий, которые когда-то заселились в древних одноклеточных наших предков. Это такая совсем отдельная история. А существенно для нас то, что у митохондрии есть своя собственная ДНК. Вот она там лежит, вот она там нарисована. Справа, то есть, сначала это была картинка, слева это теперь тоже картинка, но вот там нарисовано устройство митохондрии внутри, да, они на самом деле не плоские, естественно, а такие кругленькие, вытянутые. У них есть своя собственная ДНК, а справа это честная электронная фотография, вот как это на самом деле выглядит. Эту ДНК изучать легче. Она, во-первых, короткая, а во-вторых, ее больше, потому что на каждую клетку приходится, ну там у разных живых существ по-разному, в общем, несколько десятков или сотен митохондрий, и, соответственно, копий митохондриального генома там на один-два порядка больше, чем копий ядерного генома. И если считать, что вот ДНК начинает случайно разрушаться, то митохондриальный останется все-таки больше. И вот опубликовали в... 10 лет назад, да, это все наука такая довольно новая, опубликовали сразу три полных генома митохондрий мамонта. Да, а почему мамонт? Потому что мамонты, ну, во-первых, это не безумно давно, то есть это там малые десятки тысяч лет, во-вторых, они сохраняются в вечной мерзлоте. То есть вот реально мы находим мамонтов из вечной мерзлоты. А вечная мерзлота это ровно то, что нужно, если вы хотите сохранять биологические ткани. То есть когда реальные биологи работают с образцами современными, они их тоже борозят. Тут интересно обратить внимание на даты публикации. Значит, первые две статьи были опубликованы одна в Nature, другая... Сейчас я, чтобы глупость не сказать. Да, значит, были опубликованы в Nature Science одновременно практически. В одном журнале 18 декабря, а в другом журнале, у меня там нет, я сейчас вот тенью покажу, вот здесь, 20 декабря. Это еженедельные журналы, и это просто разница, потому что они в разные дни недели выходят. Это вообще есть такая традиция, когда вы делаете что-то очень свежее, и вы знаете, что соседняя лаборатория тоже делает то же самое вот такое вот очень свежее, интересное и крутое, то можно соревноваться, устраивать таракань и бега, а можно договориться, что вот тот, кто первый, подождет того, кто второй, в ситуации, когда ясно, что обуна подходит. Вот они так договорились, опубликовали практически одновременно, но еще до того, как они опубликовали свои статьи, вот нижняя, это на самом деле тут исключительно российские авторы, и они, но то было опубликовано на той неделе, где были 18 и 20 декабря, а эти послали свою статью 7 декабря, то есть за две недели до этого, за одну даже, но опубликована она, соответственно, была позже, то есть они вовремя не договорились, там довольно смешная история, почему они не смогли договориться с другими двумя, связанные с личными особенностями разных авторов, но, в общем, она оказалась третьей. Содержательной точки зрения разницы никакой нет, да, это все равно практически одновременно. То есть вот сразу трех мамонтов, вот метахондриальную ДНК сразу трех мамонтов, значит, определили. Теперь у меня вопрос, к слушателям, а в особенности к молодым слушателям. Я там достаточно понятно говорю или надо что-то объяснять? Нормально? Хорошо. Значит, вы меня на всякий случай останавливаете, если я увлекусь. Вот. То есть я вполне готов там, если что-то непонятно объяснить на ходу, это лучше, чем слушать и не понимать. Ну и замечательно, значит, у нас есть метахондриальная ДНК мамонта, давайте теперь посмотрим, кому мамонт родственник. И у нас есть три возможности. Ну ясно, что он ближайший родственник слону, это мы понимаем просто из сравнения костей. Но вот вопрос, к какому слону? Есть вообще, говоря, три возможности. Первая возможность, вроде бы, самая естественная, что ближайшие родственники азиатский, африканский слон, а мамонт им двоюродный. Вторая возможность, понятно, африканский слон, ближайший родственник мамонта, а азиатский им двоюродный. Не очень правдоподобно, просто исходя из географических каких-то соображений. И третье, что ближайшие родственники это азиатский слон и мамонт, а двоюродный им африканский. И тут тоже интересная история про то, как наука устроена. Была статья, из которой следовало, что существующих данных недостаточно для того, чтобы что-нибудь сказать. Я не буду картинку объяснять, бог с ней. Но сравнение метахондриальных геномов современных слонов африканского и азиатского и мамонта недостаточно, чтобы выбрать между этими тремя сценариями. Просто слишком короткая последовательность, и количество мест, которые они отличаются, которые были бы информативных, недостаточно. Но тут на самом деле, давайте объясню, могу объяснить, что нарисовано. Черные столбики это количество позиций, посередине это разные гены, там метахондриальная ДНК маленькая, там генов немного. А черные столбики это количество позиций в этом гене, где слоны совпадают, а у мамонта другая буква. То есть это позиции, которые голосуют за то, что мамонт является отдельным таксоном, а слоны вместе. Серые это которые группируют вместе африканского слона и мамонта, а азиатский сбоку. И белые, которых тут не видно, потому что они светлые, но они там тоже есть. Это азиатский слон с мамонтом и африканский отдельно. И мы видим, что белых, средних и серых столбиков примерно одинаковое количество. Мы не можем между этими сценариями выбрать. И в результате эта статья, с таким вот результатом, что мы на самом деле ничего не знаем, была опубликована в таком довольно второстепенном журнале 29 марта 2007 года. Вот эти вот геномы пришли, значит год на то, чтобы подготовить статью ее опубликовать, вот она через год и вышла. Но, когда эта статья еще лежала в журнале, то есть наоборот, когда эта статья вышла в другом журнале, уже лежала, рассматривалась, она была получена 19 января, а принята 24 мая того же года. То есть вот эту статью прислали в журнал, ту, которую я показывал перед этим, опубликовали, а потом опубликовали и эту. И тут была митохондриальная ДНК мастодонта. А мастодонт это тоже такой вот, значит, с большими клыками и с хоботом, вот он там нарисован справа. Он только американский. И он им дальний родственник, совсем дальний. И дальше такой факт известный, что если у вас есть еще и троюродный родственник, вам нужно выбрать из трех, кто родной, а кто двоюродный. Если вы не можете это сделать, то очень помогает наличие троюродного, совсем дальнего родственника. Он показывает, какие из различий являются случайными, а какие унаследованы от общего предка. Так вот, когда появился мастодонт, то сразу стало ясно, что мамонт является ближайшим родственником азиатского слона, потом африканский слон и вот эта вот веточка, сейчас, где она, ага, вот эта. Так, спокойно, театр теней. Вот эта веточка, вот эта, она очень коротенькая. На ней накопилось очень мало различий. Это фактически выглядит, как будто все три вида растут из одной точки. И из-за этого мы действительно не могли выбрать, когда были только они. Когда появился мамонт, он, так сказать, позволил оценить длину этой ветки и найти те события, которые случились ровно на ней. Ну и теперь мы все знаем. На самом деле, второй способ с этим бороться, это увеличить количество той последовательности, на которую мы смотрим, увеличить ее длину. Потому что еще через год сделали уже ядерную ДНК, ядерный геном мамонта. И там все оказалось хорошо, потому что там сразу он оказался ближайшим родственником азиатского мамонта. Они там сделали даже сразу двух мамонтов. Вот они, два мамонта. Вот это азиатский слон, а это африканские слоны. Заодно оказалось, что африканских слонов два разных вида. Это давно подозревали, но теперь это было доказано. Значит, есть слон, который живет в саванне, а есть слон, который живет лесной. Он помельче. Там не какая-то сложная история. Там мальчики одних слонов, наоборот, девочки одних слонов предпочитают мальчиков других. Они не очень хорошо разошлись, эти виды. Это надо, я собираюсь посмотреть аккуратно, ну, то есть литературу, но никак не соберусь. Ну, в общем, теперь все ясно. У нас теперь есть ядерный геном этого самого мамонта. Мы знаем все про их родственные взаимоотношения. Сейчас есть какой-то жулик, который корейского происхождения, который морочит голову якутскому начальству и грозится их якутскому мамонту клонировать. Я не знаю, вот если кто-нибудь в газетах или в интернете про это читал, имейте в виду, что это полная ерунда. Но, тем не менее, последовательности мы знаем. Это мамонты. Да, когда вымерли, довольно много чего посмотрели потом. Потому что потом посмотрели, когда они вымерли, они просто выделяли ДНК из осадочных пород. Вот даже не из костей, а просто так вот размыт. Если у вас уже есть ДНК, который вы изучаете, то вы можете, то, что вам нужно, специально увеличивать дозу. Там есть специальные биохимические приемы для этого. Оказалось, что на острове Врангеля они умерли вообще 5000 лет назад. То есть мы вот чуть-чуть с ними не пересеклись. И вот такого сорта вещи люди про мамонтов смотрели. Ну и сейчас продолжают смотреть. С мамонтами легко. Мамонты сохранялись в мерзлоте. ДНК сохранялось хорошо. Доза ДНК в образце большая. Можно работать более-менее традиционными методами. А хотим-то мы изучать, конечно, человека. Человека тоже находили в вечной мерзлоте. В Альпах вытаивал из ледника человек, которого 7000 лет назад убили копьем. У него просто обломок торчал. Его очень интенсивно изучают. Просто все. Там одежда, обувь, его самого. Еще какие-то есть примеры. Но это все люди относительно молодые. А нам хочется каких-нибудь совсем-совсем древних людей. А их мы в мерзлоте не находили. И понятно, почему древнему человеку довольно трудно жить в условиях вечной мерзлоты. Технология просто недостаточно. Холодно и голодно. Поэтому у нас кости из пещер. А там условия совершенно другие. И если мы имеем дело с ДНК человека. Вот мы взяли кости из какой-нибудь пещеры. Мы определили ту ДНК, которая в ней есть. Вот как теперь понять, это ДНК того, чья кость это была? Или это ДНК археолога, который это хватал? Или это была ДНК музейного работника, который это хватал? Или опять-таки лаборант чихнул? Ну вот, вообще говоря, никакого способа узнать нет. Так вот, изначально. И для того, чтобы проверить, можно ли вообще работать с ДНК, которая выделена из костей из пещер, придумали довольно остроумную вещь. А не кайбокнем с человеком, давайте мы поизучаем пещерного медведя. Потому что он жил в тех же самых пещерах, условия были те же самые. Но ДНК медведя от ДНК человека мы отличить можем. ДНК медведя будет похожа на ДНК собаки, а полный геном к этому времени собаки уже был, или почти полный. А на человека он должен быть похож гораздо меньше. И сделали ровно это. Взяли кости пещерных медведей, благо это не дефицит. Выделили ДНК, определили последовательности. И оказалось, что действительно последовательность похожая на медвежья. Не человеческая. И это было доказательством того, что с ДНК медведя можно работать. На самом деле авторы практически все те же самые. Я тут специально не выделяю, но это одни и те же люди будут появляться из раза в раз. Это было таким, изучали это не из любви к медведям, а в качестве модели. Но по дороге узнали довольно много всего забавного. Ну вот определили родственные взаимоотношения пещерных медведей. Они оказались ближайшими родственниками современных бурых и полярных медведей белых. А заодно определили, вот он здесь внизу, еще одного медведя, американского, тоже гигантского медведя. Он оказался ближайшим родственникам очкового медведя другого. Вот это разные медведи. Это пещерный, это бурый и белый. Это гигантская панда. Это бамбуковый медведь. Ну и это уже котик морской. Вот. Это как бы один кусочек истории. Я специально привожу картинки. То, что надо, по-английски я перевожу. Но это просто картинки из оригинальных статей, вот как они там есть. Потому что само по себе, по-моему, забавно. Там, поскольку костей очень много, то люди изучали просто популяционную историю этих бурых-медведей. Определившие последовательности из разных пещер, из разных популяций и определившие возраст этих костей. Можно смотреть, как менялась численность популяции. Потому что, когда популяция маленькая, то вся ДНК будет похожа. Если популяция большая, то последовательности будут разнообразные. Там будет много разных, отдельных рас каких-то. Вот. Значит, оказалось, что за некоторое время до того, как они исчезли совсем, популяция сильно сократилась. И дальше тут был такой в статье приведен вывод, такой не очень серьезный, но это вообще типично для статей вот такого сорта. Люди долго описывают какую-то серьезную науку, а потом в конце делают какое-то залихватское предположение. Просто вот, ну, не то чтобы совсем ради хохмы, но такое, ну, чтобы интересно было, да? Они сделали вот что. Они показали, что вот этого снижения размера популяции не наблюдаются у бурых медведей. А они жили примерно, вот пещерные бурые медведи жили в одних и тех же местах, у них была одинаковая диета, у них было все одинаково, кроме единственного. Значит, бурые медведи жили в лесу и ночевали в лесу. А пещерные медведи, как следует из названия, начинали с пещерой. Поэтому они написали, что, значит, бурым медведям стало так плохо, потому что пришел человек современный примерно в это время, их из пещер выгнал, им стало негде жить, и, значит, они все от этого вымерли постепенно. Ну, там не прямо в этих формулировках написано, но очень похоже. Правда это или нет, это вопрос, который решить невозможно, но сама вся гипотеза довольно забавная. Там потом еще много чего оказалось. Там оказалось, что в бурых медведей на самом деле есть три существенно разных группы. Вот они тут разными цветами показаны. Причем они жили в одних и тех же примерно местах, не то чтобы они были географически сильно разделены. Вот есть чудесный бурый пещерный медведь, прошу прощения, вот отсюда, из Денисовой пещеры на Алтае. Она потом много раз у меня в рассказе встретится. Географически это вот здесь. Посмотрели белого медведя, нашли древнего белого медведя, тоже замерзшего на острове Хоккайдо. Определили митохондриальную ДНК. А про митохондрии существенно еще одна вещь, которую я не сказал, а теперь скажу. Митохондрии распространяются строго по женской линии. То есть они есть у всех, они есть в клетках. Вот Y-хромосома, которая распространяется строго по мужской линии, она есть только у мужчин. А митохондрии есть, естественно, у всех, во всех клетках. Но у всех они от мамы. Просто когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, митохондрии и сперматозоид остаются наружу. И это такая строгая материнская родословная. Так вот, по митохондриальной ДНК, по митохондриальному геному, белые медведи оказались вообще не чем-то отдельным. Вот они здесь внизу. Вот этот вот древний белый медведь, красный. Вот это современные белые медведи, а это разные бурые медведи. А вот это вот опять пещерный. Так вот, оказалось, что белый медведь, не то чтобы он отдельно был на дереве, как отдельный вид, а он глубоко внутри дерева, соответствующего бурым медведям. И эта статья 2010 года, это довольно сильно противоречит тому, что думали зоологи на основании каких-то своих стандартных морфологических признаков. Я примерно эту лекцию, предшественника этой лекции, рассказывал год три назад в Екатеринбурге, в Институте экологии растений и животных, он, по-моему, называют, это довольно сильный институт. И я вот им этот слайд показал, и они меня, значит, подняли на смех, говорили, так сказать, ты, вот, конечно, замечательный биоинформатик, но ты кости когда-нибудь в руках держал, или там в зоопарк ходил, в зоопарк я ходил, а костей не держал. Вот, в общем, очень, значит, они там, значит, надо мной издевались, и как выяснилось правильно сделали. Потому что когда определили последовательность ДНК ядерной, а ядерная ДНК, она распространяется и по отцовской линии, и по материнской, да, она смешивается свободно. А то оказалось, что всё хорошо. Белые медведи, вот теперь только по ней, где они здесь, бог с ними, ладно. Белые медведи, таки действительно, являются отдельным видом. Вот так же, как африканские слоны, да, совершенно не перемешивается ДНК отдельно. Они не являются такой случайной разновидностью бурых. А с другой стороны, известно, что белые, бурые медведи скрещиваются довольно легко. Да, вот снизу, это, значит, по-моему, тут бурый папа. Ну, боюсь наврать. Ну, в общем, вот снизу родители, а сверху их дети. Значит, нормально, они замечательно скрещиваются. И оказалась удивительная история. Оказалось, что все современные... Значит, как вид белый медведь отделился от Бурова довольно давно. Но все современные белые медведи являются потомками одной бурой медведицы, причём известно, где она жила. Она жила, значит, в Ирландии где-то примерно 100 тысяч лет назад. Мама не плодовитая, но, по-видимому, её митохондриальная ДНК была чем-то хороша, так что она захватила всю популяцию. Её потомки действительно выживали лучше, чем потомки всех остальных матерей. Да, вот все современные белые медведи по женской линии восходят к одной бурой медведице. Это называется интрагрессия. Это вообще, вот, в искусственной селекции это довольно известный приём, когда вы хотите какой-то признак внести от дикого вида к культурному, вы скрещиваете, потом отбираете, 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 у вас остаётся только этот признак. В принципе, генетики про это знали. Но тот факт, что это наблюдается в природе в такой яркой форме, это было довольно забавно. Вот. Ну, опять, это вот 11-й год, да? Сколько? Четыре года назад. Вот. Я на самом деле подробно рассказываю про медведей, потому что у меня потом опять будут такие же истории про людей, но мне просто вот на медведях проще вводить какие-то ну, новые слова, вот, потому что меньше эмоций вызывает. Вот. Ну да, это, собственно, то, что я уже сказал, да, что вот было много-много разных бурых медведей, только тут нарисованы не медведей, видно, неважно, да, вот, было много разных пар. Но у каких-то пар не было дочерей, у каких-то пар вообще не было потомства, и вот постепенно, значит, потомки одной пары по материнской линии размножились сильнее, чем все остальные. В принципе, такой может быть даже из-за случайного дрифа, но тут просто времена слишком маленькие, то есть, по-видимому, там было какое-то эволюционное преимущество. Ну вот теперь люди. Значит, опять начали с метахондриальной ДНК, то есть первые фрагменты ДНК неандертальцев были опубликованы в 97-м году. Маленькие фрагменты вот метахондриальной ДНК. А в 2006 году, опять одновременно, да, вот 14 июля, сейчас вру, это когда получено, а, вот, да, значит, 16 ноября и 17 ноября, опять вот с разницей в один день, были опубликованы две статьи с фрагментами ядерной ДНК неандертальца. В одной статье был сделан миллион, значит, вот, букв определено, а в другой всего 65 тысяч, но каким-то более тонкими, более надежными методами. Да, а всего геном человека это 3 миллиарда. То есть это сильно меньше 1% и даже меньше 1 промилле. Но, тем не менее, это были куски вот ядерной ДНК динозавра. Это люди, которые это делали, они замечательные по-своему. Это Сванте Паба, и он, собственно, сейчас является, по-видимому, вот его лаборатория, такая основная лаборатория по изучению древней ДНК, такой совсем древней. Вот, значит, он работает в Липцеге, вот, значит, он в разных ситуациях, он тут, я просто из интернета надергал характерных картинок. Я его не знаю, я его никогда не видел, у меня с ним довольно много общих знакомых, но вот я живьем с ним никогда не общался. А вот это другой человек, это Эти Руби, но наоборот работает в Калифорнии, так можно догадаться, из правой нижней картинки. Вот, он вообще замечательный. Значит, я у него как раз, ну, несколько раз вот семинары, значит, рассказывал у него в институте, а кроме того, с ним работает довольно тесно такая Инна Дубчик, которая, ну, она вот уехала из России, там, в 90-е годы, и мы довольно плотно с ней работаем, она просто работает у Рубина в институте, и, значит, время от времени какие-то истории мне рассказывала. Вот, и была чудесная история примерно в это время, когда пришел к ней Эдик, значит, и сказал, Инна, ты в России всех знаешь. А она действительно довольно много, у нее много знакомых, она такая общительная женщина, она говорит, ну, да, я довольно много кого знаю. Мне нужны связи в русской мафии. Значит, она немножко обалдела, говорит, Эдичка, зачем тебе связи в русской мафии? Это я у них куплю кости неандертальцев. Значит, было совершенно чудесное время, потому что вот эти вот археологи, которые все это изучали, внезапно стали царями горы. У них в руках был такой абсолютно дефицитный и очень нужный ресурс, и они, значит, начали кочевряжиться, да, вот когда к ним приходили биологи, просили, значит, да, эти все методы, они все-таки кость разрушают. Ну, там есть более нежные, менее нежные, там можно маленький кусочек где-то из середины выскрести, ну, в общем, это для антрополога это преступление, да, вы берете такую нормальную, хорошую кость и ее портите. Значит, была идея, что если купить неандертальских костей у мафии, то мафия не будет так сильно заботиться, значит, об этих костях, не знаю. Вот, ну, ничем это не кончилось, но это действительно, значит, была некая реальная идея, да, вот, там действительно люди обдумывали, вот где взять этот материал. А там оказалась беда с этими работами, ну, более точно одной из них. А беда состояла в том, что, ну, во-первых, они пришли к разным выводам, а при том, что, скажем, Сванта Пааба был соавтором в обеих статьях, в одной он был просто главным автором, а в другой он был одним из соавторов. Потому что одни написали, что неандертальцы с современными людьми, ну, вот с нами, с кроманьонцами, вообще не смешивались, а другие, Сванта Пааба, вот там, где был миллион букв, они нашли поток вариантов генов от современных, от кроманьонцев-мужчин, то есть на Y-хромосоме, вот к неандертальцам. то есть вот наши дедушки, значит, общались с неандертальскими тетеньками. Но там, правда, обе статьи написали, что надо гораздо больше еще секс-последовательности, что все это очень предварительно, и надо больше последовательности. Там оказалось, что во второй статье были просто существенные технические недочеты, которые на самом деле можно было увидеть просто анализом последовательности. Не надо было проверять их экспериментальные процедуры. Там просто анализ последовательности показывал некоторые несогласованности. Но так же, как с динозаврами, что динозавры там висят не на той ветке. Тут примерно такого же сорта соображения показали, что, скорее всего, вот этот поток генов от современных мужчин к неандертальцам, это опять-таки лаборант чихнул, причем лаборант был мужчиной. Но вообще, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, вот этот самый неандерталец, из которого брали кости для этого исследования, он был девочкой. Так что там у него Y-хромосомы никак не могло быть. Прошло еще несколько лет, методы улучшились, работать стали аккуратнее, и появился действительно геном неандертальца. Оно такой черновик, не очень хорошо прочитанный, но достаточный для того, чтобы сделать всякие забавные выводы. Вот это кости, из которых это брали, а вот это четыре места, вот это основное место, это Хорватия, и это, собственно, долина реки Неандр, по которой названы неандертальцы, где впервые их нашли. Это Эль Сидрон в Испании, а это наша Мизмайская пещера в Адыгее, на Северном Кавказе. Там среди авторов есть вот наши российские археологи. Так вот, оказалось, при анализе этих костей, да, это вот просто слайд, чтобы показать, что они очень аккуратно проверяли, что действительно у них загрязнения нет, и все в это верят сейчас. Вот, эту картинку я подробно, наверное, объяснять не буду, я скажу вывод. А вывод такой, что если взять современного европейца или азиата, то несколько процентов, но там была оценка от 1 до 4, генов у каждого из нас, это гены неандертальского происхождения. Причем они у нас разные. Но у каждого человека это примерно от 1 до 4%. Там в совокупности, у меня, по-моему, слайда такого не будет, но я сейчас уже скажу, когда стало последовательности больше, их проанализировали еще аккуратнее, оказалось, что вот если взять суммарно все неандертальские фрагменты, которые можно найти в геноме современных людей, то мы покроем примерно 20% генома неандертальцев. То есть вот тот неандерталец, который скрестился, значит, неизвестно, кто он был, мальчик или девочка, но вот который внес свой генетический вклад в геном современных евразиатов, примерно 20% его генома мы знаем. Ну, если считать, что это было одно событие, что совершенно не очевидно, да, это на самом деле некий конструктор. Метахондриальная у нас родная. Нет, метахондриальная у всех современных людей, а метахондриальная ДНК нормальная кроманьонская. А с Y-хромосомой хороший вопрос, по-моему, на Y-хромосоме... Видели ли неандертальские аллели на Y-хромосоме? Упс, по-моему, нет. Но это не доказывает... Не видели? Сейчас, нет, глупость сказал? Нет, да, правильно, не видели, но это не доказывает, что неандерталец был девочкой, потому что очень плохо... Там есть тонкие генетические вещи, и при скрещивании в первую очередь вымываются из гибридов варианты Y-хромосомы. Кто-то один побеждает. Там имеется вот некая несовместимость, и Y-хромосомы при скрещиваниях очень быстро вымывают. Поэтому мы на самом деле... Вроде бы нет, хороший вопрос, я фантазирую немножко, потому что я не проверял. Но в нашей Y-хромосоме неандертальских вариантов нету, но это не доказывает, что неандерталец был девочкой, потому что так бы получилось, если бы он был мальчиком тоже, скорее всего. То есть, если происходит третий, да, мужские потомки этого третий, они, скорее всего, не оставят потомка... А, да, 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 да. Похоже, что да. Проверьте на всякий случай, я мог вот сходу глупость сказать. Действительно, я смотрю потом. Вот. Да, так вот у африканцев такого нет. Значит, поэтому, если вдруг сюда забрел какой-нибудь, значит, поклонник белой расы, то он может пойти убить себя в стенку, значит, потому что его предки с неандертальцами мутили, а, значит, африканцы, значит, сохранили кровь в чистоте. Не знают этого. Там были на юге... Это антропология, это немножко другая наука. Вот, значит, да, нет, но это просто по костям. Да, там есть несколько мест, где вроде бы находили кости, которые похожи и неандертальские, и накроманьонские, и было предположение, что это, собственно, те места, где скрещивались, а другие антропологи говорили, что ничего подобного. Там была по этому поводу, значит, большая борьба с проконечниками с тупоконечниками, а это, в общем, прямое доказательство. Мы не знаем, где это было. Мы можем оценить времена, я потом покажу. Место мы оценить не можем, но это прямое доказательство. Не очень сильно, нет. Ну, смотрите, два человека друг от друга отличаются примерно один раз на тысячу позиций. И люди современные начали расходиться. Сейчас я покажу все картинки, на самом деле, сейчас все будет. Да, то есть сценарий такой, что самый вероятный сценарий, который из этих данных, из этого генома следовал, что сначала примерно 300 тысяч лет назад неандертальцы ушли из Африки, ну, предки неандертальцев, ушли из Африки и поселились в Европе. И долго там счастливо жили, пока примерно от 50 до 100 тысяч лет назад не пришли из Африки уже наши предки. И, значит, некоторое время там потусовались, а потом неандертальцы всех извели. Это вот единственный слайд вообще этой науке из нашей собственной работы. вопрос такой, а что это за гены? Вот какие гены неандертальские у нас остались? И вопрос задал Филипп Хайтович, который вообще в Китае, значит, живет и работает. А основную часть этой работы делала вот Катя Хромеева из моей лаборатории вместе с ними. Так вот оказалось следующее, что у азиатов неандертальские гены расположены более или менее равномерно в разных функциональных системах. То есть нет такого, что какая-нибудь функциональная система обогащена генами неандертальского происхождения. А у европейцев не так. Если мы возьмем гены липидного катаболизма, липидный катаболизм, и это превращение жиров, то у нас, у европейцев, в несколько раз превышено содержание, вероятность увидеть неандертальский ген в тех генах, которые имеют отношение к метаболизму жиров по сравнению с просто произвольными генами в среднем. Дальше то, что Филипп делал тоже. Они смотрели не только геномы, они смотрели, как эти гены работают, они смотрели концентрации соответствующих промежуточных метаболитов в мозге. Потому что мозг на самом деле самый жирный орган у человека. Наибольшее содержание жиров. Но если не брать просто подкожный жир совсем, но из таких больших органов, потому что это оболочки нервов. И дальше есть два объяснения. Первое объяснение Филиппа, что это действительно как-то связано с особенностями строения мозга у европейцев и азиатов, что европейцев оно не такое, как у всех остальных, и туда надёргано неандертальских вариантов. И это как-то подтверждается немножко метаболитами и тем, как гены работают, с какой интенсивностью. Есть объяснение более простое, которое мне больше нравится, что это особенность диеты. Потому что в этой работе азиатами были китайцы и японцы. То есть, в общем, люди южные и занимавшиеся в основном, уже очень давно занимающиеся выращиванием растений. Основа диеты китайцев это рис, а не мясо. А европейцы до самого последнего времени жили в лесу, охотились на дичь и питались в общем основном мясом. Не в таких крайних формах, как эскимосы, но достаточно сильные. И мне кажется, что там более простая вещь, что это просто особенность диеты. И неандертальцы, которые здесь жили, они тоже были охотниками. Ясно, что у сельского хозяйства неандертальцев не было. Мне кажется, более простым объяснением, что это особенности диеты. И мы это на самом деле сейчас узнаем, потому что в руках сейчас у нас есть геномы жителей тайги, они этнические азиаты, то есть они ближе к китайцам, чем к европейцам. А по особенностям образа жизни, они ближе к европейцам. Ну и дальше, соответственно, если вот надо просто посмотреть, и значит кто-то из нас окажется прав. Южная Америка это просто азиаты. И Северная Америка азиаты. Они пришли через Берингов пролив примерно 10 тысяч лет назад, там 10-14, я не помню. То есть это, вот, заселение Америки случилось гораздо позже этих событий. Азиаты, да, конечно. И это другая совершенно наука, я вот рассказываю про события, которые происходили примерно 30-40 тысяч лет назад, 50. А есть очень красивая наука про события, которые происходили 10-20 тысяч лет назад, когда уже никаких неандертальцев не осталось, а вот заселялись материки, и вот на это все люди смотрели. Другая наука, предмет другой лекции, я про это ничего не знаю. Ну, тут немножко знаю, но не настолько, чтобы рассказывать. Вот. Но по дороге, вот когда вышел этот самый черновик генома неандертальца, уже полного, значит, люди посмотрели на кости из Денисовой пещеры, вот той самой, которую я показывал, когда рассказывал про медведей. И думали-то они, конечно, что это кости неандертальцев, когда вот начинали исследовать. Но оказалось, что сначала определили метхондриальную ДНК, и оказалось, что она не похожа вообще ни на что. Сейчас я картинку покажу. Потом через полгода определили ядерную, и оказалось лучше. Опять тут среди авторов есть несколько российских археологов, археологов, но там директор института какому-то, академик-деревянка, так сказать, просто по должности, а реальный археолог там, вот Михаил Шуньков, который действительно там все это копает. Это я, да, это похвастаться, это не научный слайд, я, так сказать, к этим расколкам отношения не имею, но я там просто был два раза. Вот, это вот здесь был Миша, это вот исключительно, значит, чтобы похвастаться. Вот там вход в Денисову пещеру, вот это вот люди, которые слева наверху поднимаются от реки Черный Ануй, там такой крутой, но вполне проходимый склон. А сейчас вот сам раскоп, сейчас я соображу. Да, вот справа, сверху, это как он выглядел в 98-м году, а слева внизу он уже так поглубже, как он выглядел в 2004-м. А справа это, наоборот, вид из пещеры, на противоположный склон, да, там вот совсем вниз, там долина реки вот этой самой Черной Ануй, и там вот деревья, они уже растут на противоположном склоне. В общем, место, чтобы жить, очень удобное, да, вода есть, склон, то есть так просто никто не придет, пещера, там естественные дымоходы в этой пещере, такое место очень уютное. Так вот, что оказалось. Сначала митохондриальная ДНК. Вот опять дерево. Вот это современные, значит, вот это современные люди, разные. Вот внизу европейцы, тут азиаты, тут разные африканцы. Вот тут кто-то спрашивал, вот американцы, индейцы американские. А вот это много разных африканцев. Это самые раньше всего отделившиеся, ну, более точно наоборот, вот мы, вот, от этих африканцев все остальные люди отделились раньше всего, но разошлись, да, это пигмеи южноафриканские, вот то, что называются кайсанские народы. Мы с ними не общались, вот сказать, примерно 200 тысяч лет, вот пигмеи и остальные люди, но потом стали. Вот, а вот это расхождение, вот это расхождение, примерно полмиллиона лет назад, кроманьонцев и неандертальцев. И вот сразу вопрос про количество различий, да, вот различия между нами, значит, между современными людьми, это примерно одна буква на тысячу. С неандертальцами примерно в 6 раз, ну, там, не в 6, господи, в 2-3 раза больше времени прошло, соответственно, в 2-3 раза больше различий. Да, потому что дерево строится просто на основании количества хоста. А это бушмены и есть, вот они наверху. Да, вот, а, ну, а, так это одно и то же, да, это просто разные названия. Вот, вот они неандертальцы, внизу, вот они разные, из разных пещер, вот этот самый адыгейский неандерталец, испанский неандерталец, хорватский неандертальцы все здесь. А видно, что неандертальцы больше похожи друг на друга, чем современные люди. То есть популяция была более однородной. По-видимому, это связано вот с чем, что где-то вот здесь, вот примерно 100 тысяч лет назад, произошло оледенение, и популяция сильно схлопнулась, а потом обратно опять заселяла Европу, вот, так сказать, из маленькой популяции, и, соответственно, стала более однородной. А вот он, Денисовец, внизу. И расхождение Денисовца с неандертальцами и яснами, это примерно миллион лет, по метхондриальной ДНК опять, по материнской линии. Что совершенно удивительно, потому что, значит, такие нормальные археологические антропологи никого в Азии в это время, особенно, значит, человеческого не знали. И откуда, значит, вот кто вообще были? Да, а Денисовцами, в общем, чудесная вещь. Значит, все, что мы про них знаем, это фаланга мизинца и два зуба. Все. Больше не Денисовца. Но более точно так. Нет, на самом деле, есть еще несколько мелких косточек Денисовцев, которые собираются вот тоже секвенировать, там, по легенде, даже какие-то из них определили ДНК, но не опубликовали еще. Я их видел тоже, мне показывали в музее антропологии Московского университета, да, там несколько пробирочек вот с Денисовскими костями. Вот никаких там черепов, там, ребер, там, позвоночник, вот ничего такого, что позволило бы их облик восстановить, значит, совершенно нету. Это вот чистый такой геном, бестелесный. И непонятно, откуда взявшийся, да, миллион лет назад. А по ядерной ДНК все не так. По ядерной ДНК опять, значит, вот они современные люди, это азиаты, это другие африканцы, это бушмены, вот педмеи, да, вот это неандертальцы. И вот он, Денисовец, который является дальним родственником неандертальцев, но все-таки к неандертальцам ближе, чем к нам. И у нас опять есть противоречие между историей, которую нам рассказывает ядерный геном, и историей, которую нам рассказывает метахондриальный геном. А я уже рассказывал, когда такое бывает, когда случилась антрагрессия. В геном Денисовцев вторглась метахондрия из какого-то совершенно другого человека. А если дело было миллион лет назад, то как бы и не эректуса. Ну, поскольку мы Денисовцев знаем только из одной пещеры, то мы не знаем, так сказать, у них у всех была такая метахондрия, или только в этой конкретной пещере. Но, тем не менее, она там была. Дальше оказалось еще чудесное, потому что, ну вот я говорил, что есть методы, которые позволяют определить в нашем геноме фрагменты неандертальского происхождения. То же самое можно сделать с Денисовцем. Денисовцы с неандертальцами разошлись достаточно давно, чтобы ДНК можно было отличать одного и другого, если фрагмент достаточной длины. И оказалось, что примерно 5% генома меланезийцев, то есть вот людей, которые живут в Индонезии и дальше в Австралии, у них мало того, что у них 2,5% генома неандертальских, как у всех евразиатов, у них еще поверх этого, значит, несколько процентов генома Денисовского. Больше ни у кого, да. Вот. Значит, дальше, ну, то, что мы предполагаем про то, как заселялась Индонезия и Австралия, не предполагают захода на Алтай. Поэтому, по-видимому, денисовцы на самом деле жили много где, то есть это была такая вполне действительно большая ветвь человечества, а она просто южнее, да, у нас же нет никаких костей, там ни из Индии, ни из... Ну, из Китая есть, а из тропиков нету, да, там все, значит, сгнивает моментально. То есть похоже, что денисовцы жили много где, и вот эти люди, которые шли, значит, из Западной Евразии заселять Индонезию, вот они где-то по дороге с денисовцами тоже, значит, затусовались. Вот он, этот зуб несчастный. Да, значит, там думали, что, значит, первое, что приходит в голову, что просто механдриальная ДНК плохо определена, да, что-то с ней случилось, и вот эти вот различия, которые мы наблюдаем, которых слишком много, что это просто результат там плохого определения последовательности. Ничего подобного, потому что оказалось, что, ну, вот был фаланга пальца, значит, у денисовской девочки, а отдельно, значит, сделали ДНК денисовскую из зуба молодого мужчины, да, это явно разные люди, да. Вот, а метходриальная ДНК у них оказалась практически тождественная. Очень трудно предположить, чтобы экспериментальные ошибки в двух независимых опытах точности совпали, да, но так всё-таки не бывает. Там, на самом деле, ещё лучше, потому что вот это уже совсем свеженькая, значит, взяли вот эту кость из Испании, Тима де лос Уэсос, это, значит, это Пуэрка в Испании, тот же самый с Ванте Паба, значит, взяли эту кость, это 300 тысяч лет назад, это, на самом деле, полная фантастика, что с этим делают. Значит, вот, тут эта вот полная география, такая самая последняя всей этой истории, значит, сейчас я скажу, что где. Да, значит, это Денисова пещера, вот там жили не только пещерные медведи, но там ещё жили денисовцы и неандертальцы, значит, ну, одновременно, я не знаю. Вот, значит, тут ещё одна Алтайская пещера, Окладниково, где жили неандертальцы, это Тишикташ, это неандерталец, это, значит, Мизмайская, вот сейчас Северный Кавказ, и это куча всего в Европе. Вот он опять неандертал, 9, а глупость сказал, нет, это какая-то другая германская, ну, в общем, вот это вот Хорватия, 11, значит, это Монтилисини, это итальянский неандерталец, там куча испанских неандертальцев, и вот есть чудесный, значит, человек из этой самой пещеры, Симоделла Суэсос, вот здесь вот, который вот какой, сейчас я опять дерево покажу, вот оно, нет, это еще не то дерево, а, у меня неправильная картинка, черт, 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 но не важно, в общем, оказалось, что, значит, самое похожее на него метхондриальное ДНК, это ДНК Денисовца, то есть, вот источник метхондриальной ДНК Денисовца, это Гидельбергский человек, который вот еще до неандертальцев жил, вот, и вот современное представление, я прошу прощения, тут съехали немножко буквы, но бог с ним, значит, в общем, современные представления о том, очень предварительные, то есть, это, через два года мне этот слайд надо будет переделывать, почти наверняка, в деталях, но общая картинка, тем не менее, похожа, что вот какая, значит, вот это вот, значит, отделился кто-то, вот это разделились мы и предки Денисовцев-неандертальцев, вот это разделились Денисовцы и неандертальцы, это примерно 380 тысяч лет назад, значит, и это два разных Денисовца, это тот Денисовец, который из пещеры, а это тот Денисовец, который дал свой вклад в геномы австронезийцев, это вообще говоря разные Денисовцы, опять, мы можем точно так же восстановить вот кусочки этого генома, и это разные неандертальцы, и это потоки генов, это кто с кем скрещивался, во-первых, неизвестно, кто дал кусочек своего генома Денисовцам маленький, а во-вторых, скрещивались Денисовцы с неандертальцами, причем именно с алтайскими, что неудивительно, потому что, как мы выяснили, они жили в одной пещере, это с этим все способствовало, а это неандерталец, который, он ближайший родственник адыгейского неандертальца, то есть на самом деле, вот если посмотреть, опять, вот если кто-то хочет погордиться своей родиной, то он может гордиться тем, что наш неандерталец самый крутой, потому что ровно его ДНК находится в геномах всех современных евразиат, вот, есть других поводов, нету, вот, значит, и кроме того, вот это Денисовцы, это Денисовцы, которые дали вклад в геном людей из океании, довольно большой, да, заметные проценты, и маленькие-маленькие, это обсуждается, это вот, тут уже маленькие числа, значит, как бы дискутируются, но вот, значит, видели люди, небольшой вклад Денисовцев в геномы современных азиатов тоже, непонятно, значит, вот это вот непонятное место, возможно, что было два потока Денисовских генов в геномы азиатов, потому что азиатов, неандертальских вариантов чуть-чуть больше, чем у современных людей, и, в общем, там думают о том, что там было, могло быть несколько потоков, ну вот, значит, по-моему, это все совершенно замечательно, то есть, вот за там пять лет наше представление об такой древней истории человечества поменялись совсем, ну дальше я уже говорил, да, можно смотреть современную ДНК, и смотреть потоки генов вот между современными популяциями, можно брать старую ДНК, там вот примерно там, который там 10-20 тысяч лет, и смотреть, кто является предком кого, значит, там куча разная, вот если кто-то вдруг объявит лекцию про это, обязательно приходите, потому что это тоже замечательно интересно, это будет не я, что еще можно делать с древней ДНК, ну, например, можно смотреть историю собак, вы можете брать ископаемых собак, и, значит, прослеживать их историю, ну вот, например, оказывается вот, что оказывается, и это на самом деле не очень хорошая картинка, потому что она опять-таки сделана по метхондриальным геномам, мы уже знаем, что метхондриальный геном вещь очень обманчивая, но тут видно несколько независимых групп, красные это волки, а синие это собаки, а это разные географические места, да, вот мы видим, что метхондриальные ДНК, это примерно 4 группы собак, разных, современных, ну вот есть всякие древние собаки, они там родственники, вот, но это может быть, могут быть результаты вязки с волчицами, на самом деле, да, как может быть одна и та же собака, но кому-то казалось, что она недостаточно свирепая, поймали волчицу, взяли щенков, дальше скрещивали опять с домашними собаками, а метхондри осталась волча, поэтому это на самом деле не доказывает, что это независимое одомашнивание, что может быть доказывает, эта история вот здесь, сейчас, я, ага, прицелюсь, вот тут, это древние собаки из России и из Бельгии, значит, 33-36 тысяч лет назад, да, они зачем на отдельных веточках, значит, лежат, вот это может быть действительно попытки одомашнивания, от которых собак не осталось, а смотрели собак, там оказалось чудесное, да, это вот на Алтае нашли старую собаку, вообще, на самом деле, вот Россия великая сырьевая держава, потому что, вот если посмотреть такие самые яркие статьи, в соавторах которой есть ученые из России, то очень заметная доля этих статей, это там, где наш вклад состоит в том, что мы кости нашли, то есть, это такая существенная, значит, статья научного экспорта, вот, вот древние, значит, чудесные кости, вот, тут история вот какая, что современные, значит, а, не современные, наоборот, до Колумбовой собаки Америки, то есть, те, которые были у индейцев, американских, до того, как там появились европейцы, вот они являются ближайшими родственниками вот этой собаки древней Салтая, вот, что здесь нарисовано, можно смотреть, что происходило с собаками при одомашнивании, сколько у вас есть древних генов, вы можете смотреть, в каких генах накапливались изменения, и оказалось, что вот те гены, в которых много накопилось изменений при одомашнивании собак, это гены, связанные с усвоением крахмала, значит, одомашнили волков, перестали кормить мясом, стали кормить кашкой, и отобрались те собаки, которые действительно эффективно могут усваивать крахмал, причем в разных генах, вот это усвоение крахмала, это несколько разных генов, значит, вот в разных генах синхронно происходили вот такие существенные изменения, ну вот, ну хочется динозавров, значит, Крайтон написал продолжение своего парка юрского периода, который назывался Затерянный мир, как у Конандуэля, и там он уже все сделал по-умному, потому что он Марка Богатского, того человека, который написал на него рецензию, позвал консультанты, и Марк ему выписал действительно последовательность ДНК динозавра, она была довольно остроумно сделана, значит, во-первых, она действительно была больше всего похожа на ДНК петуха, что правильно, потому что мы знаем, что динозавры являются, ну, птицы являются динозаврами фактически, так и должно быть, там, значит, похоже еще немножко, там есть, значит, на ДНК лягушки, что тоже правильно, потому что по сюжету, значит, там, где ДНК динозавра не хватало, они заполняли ДНК лягушки от большого ума, то есть ему это нужно было, потому что лягушки меняют пол, у них там вся трагедия случилась от того, что динозавры пол стали менять, вот, ему это нужно было, потому что лягушки умеют менять пол, там в зависимости от условий, и вот, значит, вот с этой ДНК лягушки пришло это свойство к динозаврам Крайтона, да, это все ерунда, вот, там, если бы кто-то хотел делать динозавр, то, конечно, использовали бы ДНК не лягушки, а птицы или крокопила, как ближайших родственников, но бог с ним. Это последовательность не ДНК, это последовательность того белка, который закодирован этой ДНК. Белок это тоже белки, собственно, это основное, из чего мы состоим. Они закодированы, последовательности белковые закодированы в нашей ДНК. Традиционно, это 20 в ДНК разных видов символов, а в белках 20 разных аминокислот, они тоже традиционно кодируются буквами. И здесь нарисовано вот что. Это сравнение белка динозавра, закодированного в ДНК из книжки, и белка современного петуха, ну курицы, в таком обычном аминокислотном алфавите. Это то, что получается, если взять ДНК из книжки и, опять-таки, сравнить со всеми теми ДНК, которые лежат в банке, в компьютере, но только переведя в белковый алфавит. Ну, теперь упражнение. Вот там, где черточки, значит, сверху это белок динозавра, а снизу это белок курицы, и там есть черточки, а там, где вставки, где в белке динозавра есть вставки по сравнению с белком курицы. Ну, вот, если кто знает английского языка, может прочитать. Не на меня смотрите, сюда смотрите. Вот. Значит, Марк пошутил. NIH – это то место, где он работает, Национальные институты здоровья. Да, значит, он туда вставил, значит, метку, здесь был Марк. Вот. И существенно здесь вот что. Вот я уже показал много разных деревьев, и я не рассказал, как их строят. Но идея, на самом деле, понятная, что если последовательности похожи, то мы их объявляем ближайшими родственниками, потом находим ту, которая похожа чуть-чуть меньше, значит, объявляем чуть более далеким родственникам и так далее. Так постепенно у нас выстраивается дерево. Но современные методы построения деревьев по последовательностям, они заодно восстанавливают предковые последовательности. Ну, понятно, если мы в современных последовательных какой-то позиции наблюдаем А и А, то у предка, скорее всего, в этом месте тоже было А. Если мы наблюдаем А и Т, мы не знаем, что было у предка. Но если у нас есть двоюродный, у которого тоже было А, то, скорее всего, у общего предка всех этих было А. Ну, просто чтобы замен было поменьше. Ну, а раз так, то мы можем взять родопсины. Родопсины – это белки, которые в палочках в глазу, значит, это зрительные пигменты. Да, это то, благодаря чему мы видим. А можно взять современные родопсины из большого количества разных живых существ. Значит, все эти живые существа здесь нарисованы. Да, вот от миног, миноги, скаты, рыбы такие обычные, земноводные разные, млекопитающие, ящерицы и птицы с крокодилами. А это общий предок птиц и крокодилов. А общий предок птиц и крокодилов был как раз динозавром. Вот мы можем взять современные последовательности родопсинов от современных живых существ и реконструировать последовательность родопсина динозавра. А дальше, если мы можем его реконструировать, то мы можем его в пробирке просто сделать. Методами стандартной генной инженерии мы можем взять современный родопсин, ну, например, от крокодила, внести в него изменения так, чтобы он стал кодировать родопсин динозавра, тот, который мы реконструировали. Дальше мы его можем выделить и изучать его физические свойства. Динозавров у нас нет, а белки динозавров у нас вполне есть. Для родопсина что существенно? У него есть пик поглощения, та длина волны, которую он лучше всего чувствует. Это можно померить в пробирке. Если у вас есть белок, вы просто в пробирке это меряете. А дальше оказалось, что этот пик, вот такие родопсины, как этот, вот это он сам, а это его характеристика, поглощение света с разной длиной волны. Так вот, такого сорта родопсины характерны для тех современных живых существ, которые активны в сумерках. Они наилучшим способом приспособлены к тому освещению, которое в сумерках есть. Дальше та же самая история, как с пещерными медведями. Тут немедленно хочется рассказать баечку про то, что мы теперь знаем, как жили динозавры. Вот они в сумерках были активны, а днем и ночью спали. Дальше, чтобы показать, там есть вот этот человек Шоза Якаяма, он кучу разных родопсинов сделал из разных живых существ, и вот промерил им длину волны. Апсины, это те, которые в колбочках, наоборот, белки. Просто он реконструировал эти белки, и во всех внутренних узлах посмотрел в этот самый максимум, в длина волны, на которой максимум поглощения наблюдается. Смотрел, при каком освещении вот эти живые существа действительно лучше всего видели. Ну, отдельная история, которую я очень люблю рассказывать, тоже про молекулярные деревья. Алексей, сколько у меня времени еще? Все. Нормально, это все живые. Хорошо, ну, мне еще минут 10, наверное, надо. Вот. Про китов. С китами проблема в том, что, ну, ясно, что они млекопитающие, но они настолько изменились морфологически от жизни в воде, что совершенно непонятно, кто им родственник вот из наземных. Там было куча разных гипотез, но потом оказалось, вот когда посмотрели на последовательность, оказалось, что киты – это ближайшие родственники бегемотов. То есть, вот эволюционное дерево выглядит вот так. Значит, вот это, сейчас, чтобы не соврать, про накопытные, да? Вот первым, значит, самый далекий из них – это верблюд, потом свиньи, потом, значит, всякие жирафы, антилопы, коровы и козы. И вот, значит, гиппопотамы и их ближайшие родственники – киты. И надо сказать, что когда первые статьи такого сорта появились, то вот такие классические зоологи к ним относились с большим недоверием. Ну, вообще, вот зоологи до последнего времени молекулярным деревьям не очень верили. Но потом нашли вот такой пример сбывшегося пророчества, потому что потом нашли довольно много костей. И, в общем, историю того, как бегемоты, вот общий предок бегемотов и китов превращался в кита, он теперь и морфологически довольно хорошо восстановлен. Ну, это картинки, так сказать, они ясны, что это ниоткуда не следует, но, тем не менее, вот этот вот был общий предок, вот так примерно выглядел общий предок бегемотов и китов. Он где-то жил на мелководье и там что-то цопал. И потом постепенно он забирался все глубже и глубже в воду, значит, терял ноги, ноги превращались в ласты, там, ну, кто-то из них потерял зубы тоже, но это уже такой почти современный кит, но зубатый. Вот, и вот так вот, значит, они вот так вот постепенно, значит, превращались в китов. Это уже не молекулярная реконструкция, это реконструкция вот на основании найденных скелетов. Причем тоже это работает там совсем последнего времени. Да, можно посмотреть, опять, вот дерево китов, вот это много-много разных современных китов, вот они сейчас живут, а вот это всякие древние существа, которые нам известны по костям. И дальше, это такая настоящая палеонтология, не молекулярная. Форму деревьев, значит, да, значит, настоящая палеонтология, мы можем смотреть примерно вот в какой момент времени какие изменения происходили на пути вот этого общего предка к современному киту, да, вот, там нос перебрался неизвестно куда, ну, в общем, там очень много чего случилось. Можно смотреть другую вещь, тоже связанную с уходом в воду. Значит, это немножко сложно, но сейчас уже время немного прошло, я попробую рассказать. Значит, там история вот какая. Гемоглобин, все знают, это белок, который переносит кислород в крови. Он насыщается кислородом в легких и переносит в мышцы, ну, там же другие ткани. А в мышцах есть свой отдельный белок, который называется миоглобин. Он на гемоглобин похож, на самом деле, вот у самых первых существ это был один и тот же белок, когда он только появился. Он занимается запасанием кислорода в мышцах, то есть гемоглобин отдает кислород миоглобину. И дальше ясно, что чем больше у вас миоглобина в мышцах, тем больше кислорода вы можете запасти, и тем больше времени вы можете не дышать, ну, например, нырять. Но проблема в том, что если у вас миоглобина в клетках будет слишком много, то молекулы белка начнут слепаться, там потеряют функциональность, и будет очень плохо. То есть вы не можете позволить себе концентрации миоглобина сделаться слишком большой. Просто вот из биофизики, да, из физики белка. Там получатся такие уродливые белковые агрегаты, которые не будут работать. Но вы можете сделать так, чтобы молекулы миоглобина не слишком слепали. Вы можете сделать так, что аминокислоты, которые образуют поверхность этого белка, они будут заряженными, и тогда молекулы миоглобина будут друг от друга отталкиваться, и слепаться будут слабее. То есть вы можете в этой ситуации концентрацию миоглобина сделать большой. в тканях, в мышцах. И это всё довольно хорошо померено на современных, опять-таки, живых существах. Показано, что чем больше поверхностный заряд миоглобина... Да, а структура миоглобина у всех одинаковая, она очень консервативна. Последовательность меняется, отдельные аминокислоты меняются, но общая структура белка, общая форма, она остаётся постоянной у всех. И раз вы знаете структуру, которая общая у всех, и знаете последовательность, то вы можете померить вот этот заряд миоглобина. А дальше на современных живых существах было показано, что действительно, что есть хорошая очень связь между поверхностным зарядом миоглобина, массой тела и максимальным временем от вдоха до вдоха. Ну вот, соответственно, для водных живых существ это вот сколько он времени может провести под водой. И это на современных. Но вы, поскольку вы последовательность это можете реконструировать, а структура одна и та же, а вес вы можете оценить, глядя на скелеты, то вы можете оценить, сколько времени могли проводить под водой разные древние живые существа. И это здесь и сделано. Опять статья совсем свежая, ей два года. Значит, теперь дерево растёт вот так, оно растёт от нас в доску. Вот это разные зверюшки современные, бобры, мускусные крысы, киты, эти самые котики, утконос, ну и кто-то ещё здесь. А высота веточки в этом направлении, это как раз поверхностный заряд миоглобина. И вот видно, что у всех, кто в воде, этот поверхностный заряд большой, а кто не в воде, он маленький. Это приспособление для жизни в воде, чтобы долго нырять. А дальше, тут немножко хитрая картинка, значит, вот это по этой оси масса тела, по верхней оси, по вертикальной оси, это максимальное время от вдоха до вдоха, а вот эти вот полосы, я сказал, что там очень хорошая связь, там просто линейная зависимость. Поэтому вот эти вот линии диагональные, это поверхностный заряд миоглобина. И вот это разные современные существа, да, это, значит, вот это как киты уходили в воду. Вот это современные копытные, вот это гиппопотам здесь, вот здесь киты. И вот постепенно в этом направлении, вот это вот треугольнички, это реконструированные миоглобины предков китов. И вот видно, что они со временем постепенно, они становились больше, и вот двигались в сторону большего заряда, то есть они могли нырять все дольше и дольше. Мы можем просто оценить, вот для каждого из этих живых существ, мы можем массу тела оценить, вот в этом направлении поверхностный заряд миоглобина мы тоже можем оценить, а дальше мы можем это проецировать на вертикальный нойс, который нам скажет, сколько времени он мог нырять. Ну, там такая же история вот про других живых существ, там этих самых вот стеллерову корову, вот это хищники, это эти самые тут нарисованные котики морские. Вот, ну это просто увеличена та же самая картинка, тот же самый кусочек. Ну и, собственно, самое, значит, древнее, очень хорошо, динозавры чудесно, но у нас же был вообще самый древний общий предок нас с бактериями. Вот, можем ли мы что-нибудь сказать про него? И, значит, есть такой чудесный человек Эрик Гоше, который работает в астробиологическом институте НАСА. Значит, астробиологический институт, это то, что изучает жизнь на других планетах. Поскольку других планет в нашем распоряжении нету, то давайте мы в качестве другой планеты возьмем Землю, но очень давно. Она, в общем, совсем другая, да, не такая, как сейчас. И давайте мы будем изучать живых существ, которые жили на Земле, там, несколько миллиардов лет назад. Ровно такими же способами. Только мы возьмем белки, которые очень медленно меняются. И которые у нас общие с бактериями. Такие белки есть. И мы можем сделать вот, что вот это один из них, да, он называется фактор лонгации и трансляции. Там, если кто-то биологию учил, то он его узнает, а если не учил, то бог с ним. И мы можем восстановить этот белок из общего предка бактерий, а на самом деле это эквивалентно общему предку всех живых существ. И посмотреть, при какой температуре он наиболее эффективно работает. А это тоже известный факт, что температурный оптимум работы белка, и это соответствует температуре, в которой живет, вот то живое существо, из которого этот белок взят. Ну, по очевидной причине, да, потому что если бы оптимум не соответствовал температуре, то мутации, которые бы этот оптимум к температуре приближали, они были бы хорошими, и они бы отбирались естественным отбором. Тут есть банальное, так сказать, по дедушке Дарвину объяснение этого всего. Теперь мы можем это перевернуть, мы можем, наоборот, померить температурный оптимум вот этого реконструированного белка и сказать, что общий предок всех живых существ жил примерно при температуре 65 градусов. Мы можем даже сделать лучше, потому что если мы возьмем еще больше современных данных, то мы можем реконструировать белки во всех внутренних узлах. В большом количестве внутренних узлов. И мы можем это сравнить с геологической летописью, потому что геологи умеют оценивать температуру мирового океана, а жили в воде, естественно. Они вообще одноклеточные были все, да? Сажим, бактерии. Так вот, геологи умеют оценивать температуру мирового океана по там соотношению затопов кислорода, не знаю как, в осадочных породах. А время осадочных пород геологи тоже знают, тоже как-то умеют оценивать. И мы можем сделать вот что. Значит, вот это вот сплошные линии на этой картинке. Вот они. Да, это время назад. То есть вот это сейчас, а это вот это 3,5 миллиарда лет назад. Примерно когда жил общий предок, последний общий предок нас кишечной палочкой. Значит, сплошные линии это геологические оценки температуры мирового океана. Вот он так постепенно остывал. А точки это вот эти температурные оптимумы реконструированных белков. Значит, точка это наиболее вероятное положение, но тут еще, возможно, у нас датировки древних узлов не очень хороши, поэтому тут еще имеются какие-то интервалы для ошибки. Ну и мне, в общем, это соответствие нравится. Оно такое, ну, хорошее. Совершенно независимым образом полученные оценки довольно разумным образом совпадают. Что хорошо. Ну, это бог с ним. Да, это, собственно, последняя моя картинка. Это, значит, реконструкция... Картинка неандертайской девочки. Форму лица мы знаем из классической антропологии, да, просто по форме черепа. Там, во что она была одета, мы знаем из археологии. А вот то, что у нее была белая кожа, светлые глаза и рыжие волосы, мы на самом деле прочитали в ее геноме. Мы знаем, какие гены за это отвечают. Ну и на этом все. Спасибо. Все, спросите. Да, а если он конструировал белки, да? Будь ли поднимать конструирование ДНК, которое эти белки кодируют? Ну, с точностью до синонимичных замен, да, с точностью до таких ДНК, которые кодируют один и тот же белок. Потому что там информация теряется очень... За счет случайных замен теряется очень быстро. Главное, не очень понятно, зачем. Потому что реально, если вы хотите что-то сказать про свойства живого существа, то вам надо знать свойства белков. А на маленьких расстояниях вы можете реконструировать ДНК очень хорошо. Там, митохондрию общего предкостя в современных людей, она реконструирована, она известна какая была. Но что... Нет, митохондрию просто по ДНК. Там проблема вот в чем, что в ДНК есть участки, которые кодируют белок, а есть участки, которые белок не кодируют. Вот между генами они находятся. И они меняются очень быстро. То есть, там... И более того, одну и ту же аминокислоту можно закодировать разными способами через ДНК. И вот различить между синонимами, между теми, значит, кодонами, которые кодируют одну и ту же аминокислоту, мы не можем. На сколько-нибудь заметных расстояниях. Вот если, скажем, сравнивать нас с мышью, то белки выравниваются очень хорошо, а межгенная ДНК выравнивается, в общем, очень плохо, кроме некоторых специальных участков, которые отвечают за регуляцию. И синонимичные кодоны мы не можем предсказать, мышиные по-нашему. А белок можем довольно хорошо. Сейчас там раньше было. Давайте. Хорошо, давайте вы. Клонирование мамонта невозможно. Вот почему. Потому что, скажем, когда клонировали овечку, ДНК просто взяли ядро из одной овечки и пересадили в клетку другой овечки. И это можем. Но мы не можем взять последовательность ДНК искусственно синтезированную, засунуть в яйцеклетку так, чтобы она там работала. И не сможем, по-видимому, никогда. Ну, во всяком случае, ни в каком обозримом будущем. Да, потому что ДНК довольно сложный, на самом деле. Я все время про ДНК рассказывал. Вот когда я говорил про ДНК, я все время имел в виду последовательность, просто последовательность нуклеотидов. На самом деле она в клетке довольно плотно упакована, пространственно. ДНК, если ДНК из любой нашей клетки развернуть, то это будет примерно 2 или 3 метра. А упаковано это в ядро диаметром несколько микронов. А эта упаковка, правильность упаковки, очень сильно влияет на то, как это работает. Более того, ДНК намотано на белки специальные, чтобы плотнее упаковываться. И эти белки бывают по-разному химически модифицированы. И от того, как они химически модифицированы, зависит плотность упаковки. А от плотности упаковки зависит, какие гены работают. Чисто формально вы можете ДНК мамонта воспроизвести, она есть. Вы можете даже ее синтезировать, это там научиться. Ну, она длинная, трудно, но можно. Но вот заставить, привести ее в рабочее состояние, как бы у вас программа будет, а компьютера нет. Вот, поэтому это ерунда. С бактериями такое получается. У бактерий все проще, у них геном короче, у них нет вот этих вот модификаций, у них структура ДНК пространственная проще. С бактериями такое делали. Просто искусственно синтезировали ДНК, засовывали в клетку, вставляли в клетку, которая своей собственной ДНК лишена. И клетка начинала жить нормально. Это, там, несколько лет назад, этот самый Крэг Вентер, такой человек, вот он этим занимается. А если кому-то приспичит делать мамонта, то делать надо не так. Надо брать современного азиатского слона и постепенно вносить в его ДНК различия, приближая к мамонту. Да, у вас будет время от времени, вы как-нибудь, там различия еще должны быть скоррелированы, вы не можете вот сразу все внести. Но понемножечку, так сказать, пробуя, можно. Значит, времени это займет какое-то нечеловеческое количество. Но это может быть даже и хорошо, потому что вы можете грант сейчас взять, а отчитаться за него через тысячу лет. Всех устраивает. Главное, большой грант, чтобы хватило. Вот, теоретически, вот такой путь теоретически мыслим. Он сейчас при современном уровне техники не осуществим, но теоретически он, так сказать, не является безумным. А вот прямое клонирование, вот мы сейчас возьмем ДНК мамонта, синтезируем и засунем в клетку слона, и будет нам мамонт, вот это ерунда. Я понял. Ну, смотрите, нет, значит, во-первых, значит, это как бы безумно интересно для, какие-то такие фундаментальные биологии. И это основное. Очень интересно, но у меня времени нету, как-то это аккуратно посмотреть, история одомашнивания животных и растений. Сейчас есть чудесный проект, называется «Тысяча геномов риса». Они хотят взять штаб-квартиры на Филиппинах, но это азиаты этим в основном занимаются. Они хотят взять тысячу сортов риса, определить последовательности геномов, полностью восстановить вот историю одомашнивания и гибридизации. Ну, а дальше, на самом деле, ну, то есть я понимаю, что они пишут заявки на грант, чтобы им дали много денег. Они объясняют, что у нас сейчас мы, так сказать, делаем супер рис, потому что мы соединим положительные признаки всех рисов, сколько их не есть. Это или правда, или неправда, но ясно, что вот довольно естественно думают, что из этого действительно можно какой-то разумный смысл извлечь. Вот так как с собаками, мы видим, какие изменения происходили при одомашнивании. Это как-то немножко позволяет вперед проектировать. Там есть чудесная история про пшеницу. Современная пшеница, она гексаплоидная, то есть у нее три, значит, три, ну, вот мы диплоиды, да, у нас есть вот, значит, один набор хромосом от мамы, один набор хромосом от папы. Потом они у нас смешиваются, и к нашим детям опять идет один смешанный набор. А пшеница, она гексаплоид. Там было два, значит, два раза случилась гибридизация, когда эти наборы не расходились, а остались вместе. То есть у нее шестерной набор, вот, хромосом. На самом деле он не совсем шестерной, да, они непроизвольным образом перемешивают. Вот честный шестерной набор там, скажем, перемешивался бы произвольным образом, этого не происходит. Но люди сейчас вот научились с этим работать, это технически было безумно трудно, и примерно видно, вот от какого предка какие свойства пришли в нашу современную культурную пшеницу. Ну, опять-таки, это, по-видимому, вот я там не занимаюсь сельским хозяйством, но я подозреваю, что это довольно поучительно для тех людей, которые занимаются. Ну, вот такого сорта вещей. То есть я тогда древнюю пшеницу смотрели ДНК, я опять не знаю этих работ, по-моему, смотрели там, что-то сохранилось. Это не очень большие времена, да, это все-таки ну, там, малые тысячи лет, да, это не так глубоко, только здесь, там лучше сохраняется. Да, могу рассказать. Ага, это, это, вот, автор этой, значит, автор этого термина, значит, потом страшно расстраивался, что он его ввел, потому что от него, это очень неправильная метафора. Метахондриальная Ева Человечества. Сейчас я покажу соответствующую картинку, она у меня есть. Значит, это действительно, это некоторая женщина, которая по метахондриальной ДНК является общим предком, если вот пра-пра-пра-бабушкой строго по женской линии всех современных, ну, иди сюда, на всех современных людей. Там фокус вот в чем, в этом нет ничего удивительного. Представьте себе, давайте мы не про Ева, а про Адама. Значит, вместо метахондрии будем фамилией. Представьте себе, что у нас есть, да, вот известно, что есть довольно много деревень, где у всех людей одна и та же фамилия. Такое могло быть, вообще говоря, в двух ситуациях. Первая ситуация, что эту деревню основал кое-как-то вот один человек, они все являются его потомками и носят его фамилию. Так бывает, но на самом деле обычно бывает не так. Деревню основали, ну, вот на этой картинке, пять пар. Но у некоторых из этих пар не было детей вообще. Да, и давайте считать, что численность примерно постоянно. Ну, так оно и было, большую часть времени человечества, да, там больших вот, 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 скачков численности не было. У некоторых из этих пар не было детей. У других из этих пар были только девочки, которые фамилию не сохранили. И поэтому в следующем поколении какие-то фамилии исчезли, фамилий стало меньше. Еще на следующем поколении еще какие-то фамилии исчезли, но вам взяться уже неоткуда. И постепенно, значит, в деревне все люди носят одну фамилию. Теперь поменяем фамилию на механдриальную ДНК и получим ровно то же самое, что действительно все люди по женской линии современной являются потомками одной, значит, женщины, которая жила в Африке, по-моему, 250 тысяч лет назад, что-то такого сорта. Но только не надо думать, что она в этот момент там была единственной женщиной. Более того, мы можем то же самое сделать с Y-хромосомой и получить Y-хромосомного Адама. И тоже можно оценить, когда он жил. Примерно, по-моему, Ева, я, по-моему, 200 тысяч лет, а Адам 150 тысяч лет. Y-хромосомный Адам никогда не виделся с метахондриальной Евой. Они не были мужем и женой. Тоже полезно понимать. А дальше в качестве анекдота расскажу. Здесь такая чудесная женщина Ирина Владимировна Ермакова, которую, может быть, кто-то слышал. Она борец с генномодифицированными организмами. Такой очень страстный. Она там эксперт Государственной Думы. Она там в телевизоре ее все время показывают. Значит, она объясняет, какой страшный вред будет от генномодифицированных там всех. И там большая часть того, что она говорит, полная ерунда про это. Но цирк состоит не в этом. Цирк состоит в том, что она когда-то услышала вот эти два термина про Еву и про Адама. Она действительно очень известная. Вот вы погуглите, вы много смешного найдете в интернете. Она когда-то услышала эти два термина. Она где-то прочитала, что они жили в разное время. И у нее в голове сложилась чудесная теория, что раз Ева жила раньше Адама, а Адам это первый мужчина, то, наверное, было такое время, когда женщины были, а мужчин не было. Как же они размножались? А понятно как. Они были гермафродитами, эти женщины. Дальше, значит, она на это навертела миф о промазонах. И вот миф о промазонах, это вот воспоминания о тех временах, когда жили одни женщины. Но вот они каким-то волшебным способом, значит, были при этом гермафродитами, а потом уже некоторые из них развелись в мужчин, а другие так и остались женщины. Вот, поэтому, значит, опасность этого термина в том, что некоторые неустойчивые люди от него сходят с ума. Передача в РЕН-ТВ. Нет, это я, ролик есть опять-таки на Ютубе, это можно посмотреть. Ну, то есть придумать это невозможно, это... Вот. Нет, 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 вот это, вот, прелесть этой истории состоит в том, что она происходит случайно. В любом случае, значит, любая фамилия может исчезнуть. Чисто по случайным причинам, да, ну, потому что у вас есть флюктуация, да, вы с вероятностью, значит, вот если в каждой семье двое детей, то у вас с вероятностью одна четвертая будут два мальчика. мамина метахондрия пропала, без всякого селективного преимущества, просто в результате случайного дрейфа. А история про медведей, почему мы не думаем, что это случайный дрейф, потому что слишком быстро. При таком размере, можно оценить, что вот при таком размере популяции, сколько времени уйдет, чтобы за счет случайного дрейфа какой-то вариант всю популяцию захватил. Вот там по временам не проходит. И то, в общем, я на самом деле сейчас немножко фантазирую, я такой прямых подсчетов не видел. Но там географически еще слишком далеко, да, там, где Ирландия, а где Хоккайдо, там, вот, они, конечно, дрейфуют там, не на льдинах. Вот. Нет, вот вся вот эта вот история, значит, называется теория колесценции в этой науке, вот там, прелесть состоит в том, что все это может происходить просто в результате совершенно случайных причин. Вам не обязательно привлекать какие-то эволюционные преимущества для того, чтобы это объяснить. Спасибо.